Но в преддверии праздника физкультурники Славянского района не только принимали поздравления. Серьёзные вопросы отрасли обсудили на коллегии по спорту, которую провёл Роман Сенеговский. Коллегия по спорту – это традиционное мероприятие, на которое собираются руководители всех спортивных учреждений муниципалитета, тренерско-преподавательский состав и специалисты районной администрации, помогающие спорту развиваться. По итогам работы в первом полугодии отчитался начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Более тысячи спортсменов массовых разрядов, 41-го разрядников, 32 кандидата в мастера спорта и один мастер спорта. Таков итог работы отрасли за шесть месяцев 2018 года. Эти показатели позволили Славянскому району достойно выглядеть на краевом смотре по подготовке спортивного резерва. По первой группе – это 16 муниципалитетов. Всё, весь пятистан занял Славянский район. Первое место. Славянский район ЮСШ, номер один имени Станислав Теренча Шевченко. Третье место – ЮСШ, Станица Петровска. Это очень приятно. Помните, чтобы вы не думали, что дальше идёт Белая Грина или Атрадинская. Дальше идёт Краснодар, Армавир, Тихорецк, Ейск, Анапа, Армавир. Два Краснодара – Анапа, Армавир. 14 место – Славянский район для специализированной школы Виктории. Но это игровой вид спорта здесь ни в коем случае не унижает достоинство школы. Мы понимаем, что результат у вас тоже есть хороший. Но 15 место – Краснодар и 16 – Новороссийск. Району есть чем гордиться. Более 300 крупных соревнований всего за 6 месяцев текущего года приняли наши спортивные объекты. Сегодня, смотрите, у нас проходят мероприятия от финала чемпионата России до краевых соревнований. Уже краевые вообще не беру, не так у нас идёт, как будто так и надо. Если это сделать динамикой, кто работает уже подольше, то помните прекрасно, чтобы выполнить звание мастера спорта, нужно было ехать куда-то в Москву, в Питер, на перенство, в Россию. Сегодня это можно выполнить на территории муниципального образования Славянского района. Такая гостеприимность и уровень организации мероприятий, а также то, что спорту в районе уделяется особое внимание, позволило привлечь на улучшение материально-технической базы спортобъектов района 3 миллиона рублей краевых средств. Но не только о победах говорили на коллегии. Поднимали и серьёзные вопросы, такие как строительство новых спортивных объектов, один из которых – спорткомплекс в Анастасиевском сельском поселении. Из-за внесения корректив в процессе стройки сроки его ввода в эксплуатацию сдвигаются на месяц. Глава района поставил задачу управления строительства внимательно следить за ходом работ и к отопительному сезону полностью отчитаться о готовности объекта. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».